Праздник 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 Лайка, которая появляется в самом финале. Наш главный персонаж с фабрики новогоднего общества, герой, мечтает побывать на универсиаде. И вот он загадывает это желание перед Новым годом, но из-за того, что он немножко торопился, разочаровывается, думает, что Дед Мороз не исполнил его желание, и отказывается верить в чудо. Фабрика останавливается, и вот и главный персонаж отправляется на помощь, решает вдохновить его знакомством с разными волшебниками леса. Вот они отправляются в путешествие. Особенности шоу, что каждый эпизод оснащен разными генераторами машин. Конфетти, мыльные пузыри, ультрафиолетовый свет. Допустим, в эпизоде «Баба-Яги» мы сделали такую сказочную изрисовку. В темноте летают предметы, метель и прочие вещи. То есть создают такую зрелищную картинку. Или там у снежной королевы огромное, мощное платье. То есть это будет настоящая сказка? Да, это будет помешиво. Вообще, на каждом квадратном сантиметре этого шоу это будет настоящая сказка? Ну, надеемся на это. А вот помимо песен еще что будет? Каждый эпизод, ну, во-первых, это театрализованное представление. Соответственно, у нас герой, персонаж, ход, действие. И три эпизода. Это в гостях у «Баба-Яги» с разными зарисовками потом «Морозка-Морозыч» и «Снежная королева», которая их и замораживает потом, собственно. Вот. И каждый эпизод сопровождается играми. То есть мы стараемся маленького зрителя привлечь. То есть они являются соучастниками событий. Мы разрешаем конфликт через зрителя. И вот они являются прямыми нашими помощниками. То есть, получается, будет такой большой интерактив? Конечно, конечно, будет большой интерактив. И финальным яркой точкой будет появление вот этого главного подарка, когда Дед Мороз приходит, размораживает, и он говорит, «Эйни, всему свое время». Собственно, как и всем нам, нужно чуть-чуть подождать для исполнения самозаветного желания, и он говорит, «Твой подарок рядом». И они возвращаются на фабрику, и выкатывается большой подарок, из которого появляется наша сила в универсиаде «Юлайка». То есть, в принципе, нам все уже рассказали. Можно и ходить. Это как на литературе, знаешь, краткое содержание. Такое открыл, полистал, но на самом деле лучше. Ну, друзья, для того, чтобы впечатлиться всеми эмоциями и получить удовольствие от всего, что будет происходить, расскажите еще раз, где, когда, во сколько. Ну, будет происходить все на Ползуново-13 в Центре культурных инициатив. Свободных мест осталось только 29 декабря и 4 января. Остальные все дни забиты. Так что успевайте, приходите, мы будем рады. Можете посмотреть вот еще раз на самого позитивного, самого веселого эльфа, из всех которых я когда-либо встречал. Друзья, у нас есть пригласительный на это событие, кстати говоря. Разыграем мы его посредством ваших смс-сообщений. Вы пишите нам на короткий номер 9020, пометка «Остров» через пробел текста вашего сообщения. Также не забывайте подписываться, а вы озвучите вопрос. Вопрос простой. Сколько лет Центру культурных инициатив? Сколько лет Центру культурных инициатив на Ползуново-13? Мы будем очень надеяться, что наши гости оставят правильный ответ, потому что, друзья, мы не очень подкованы в этом. В том, что в этом году у Центра культурных инициатив был большой юбилей. Так, уже подсказочка, уже подсказочка. В общем, ты загуглишь немаленькие, да? Я спрошу. Я не без языка. Я нормально подойду, спрошу у человека, но уже это сделаю. Друзья, у нас в гостях была Марина Нестерова, режиссер детской новогодней шоу-программы Центра культурных инициатив и наши сказочные персонажи, дамы и господа.